МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кто виноват в том, что в Хвощеватке нет воды? Журналисты 41-го канала обнаружили новую точку на карте воронежских неблагополучий. Пациенты санатория имени Горького озадачены взыманием платы за парковку на территории профсоюзной здравницы. Вы считали, прослезились, корреспонденты 41-го телеканала выяснили, сколько стоит собрать ребенка в школу. Как без очереди и лишние нервотрепки поменять водительские права? Советы воронежских полицейских. Эти и другие новости в программе «Воронеж. События. Факты» на 41-м канале в студии Лилия Анн. К событиям в регионе мы вернемся после краткого обзора основных новостей в России и мире. Все самое заметное за 180 секунд. Международные новости. Организация Объединенных Наций планирует оказать гуманитарную помощь Северной Корее из-за больших потерь пхеньяна в урожае, вызванных сильной жарой и засухой, и масштабного голода в стране, сообщает The Times. В свою очередь власти КНДР призвали своих граждан проявить патриотический энтузиазм и беречь каждую каплю воды, добавляет издание. 10 августа в Румынии пройдет массовая антиправительственная акция, в которой, как ожидается, может принять участие до 1 миллиона человек, сообщает Эхо Москвы. На акцию соберутся не только местные жители, но и главным образом румыны, проживающие за рубежом. Они покинули страну из-за коррупции, низких зарплат и политики правящей коалиции. Люди традиционно приезжают на родину в летние праздники, чтобы повидать родных. Но на этот раз они планируют выйти с протестом против властей. Новости ближнего зарубежья. Бывший премьер-министр Киргизии Жантороса Тылбалдиев предстанет перед судом 13 августа, сообщает портал Новости СНГ. Он обвиняется в том, что в бытность главой кабинета министров в 2013 году подписал соглашение с китайской компанией ТБА по модернизации ТЭЦ Бишкека, на которой после реконструкции произошла авария. В ходе расследования были выявлены технические ошибки и финансовые растраты. Бывшему премьер-министру предъявлено обвинение по двум статьям – коррупция и соучастие в преступлении. Российские новости. Повышать или не повышать пенсионный возраст? В России впервые за 25 лет может пройти референдум. Центральная избирательная комиссия одобрила предложенные тремя инициативными группами вопросы, которые могут быть вынесены на всеобщее голосование. Инициаторам голосования теперь предстоит непростая работа. По закону, участники этой гонки должны создать подгруппы не менее чем в половине регионов. Затем нужно собрать 2 миллиона подписей за 45 дней, не более 50 тысяч в каждом отдельном субъекте, сообщает Евроньюз. Россия бьет новые экономические антирекорды, пишет московский комсомолец. За 7 месяцев этого года отток капитала из нашей страны, по данным ЦБ, составил около 20,5 миллиарда долларов и увеличился по отношению к тому же периоду 2017-го в два с половиной раза. Эксперты уверены, что российских бизнесменов больше не привлекают обещание государства закрыть глаза на налоговой оптимизации и возможное прощение ответственности по таким операциям. Наши состоятельные соотечественники, напротив, боятся оставлять свои средства в России из-за усиления американских санкций и возможного роста внутреннего контроля над финансовыми операциями. К происшествиям в регионе. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» просят помощи в поисках 48-летней Натальи Зайцевой. О женщине ничего не известно с 5 августа. Рост пропавшей – 165 сантиметров, худощавое телосложение, каштановые волосы, зеленокарие глаза. Есть шрам на переносице. Если вы что-либо знаете о местонахождении Натальи Зайцевой, просьба сообщить по телефону 112 или 02. Как стало известно изданию «Де Факто», в четверг 9 августа в топливной компании «Калина Оил» прошли обыски. Мероприятие провели сотрудники ФСБ и Следственного комитета. По версии следствия, работники сети незаконно возмещали НДС. Ущерб государству оценивается в 25 миллионов рублей. Деньги перечислялись по подложным документам. Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества в особо крупном размере. «Калина Оил» объединяет 60 АЗС. Основным владельцем компании считается бизнесмен Валерий Борисов. Жители села Хвощеватка Рамонского района пожаловались в нашу редакцию на отсутствие воды в кранах. Съемочная группа 41-го телеканала незамедлительно отправилась по очередному адресу неблагополучия. Село Хвощеватка Рамонского района – это полтысячи домов, рассыпанных по трем живописным буграм на правом берегу Дона. Сюда от Воронежа по прямой, если без дорог, рукой подать всего-то чуть больше 20 километров. По трассе, конечно, дальше, но в час пути можно вложиться легко. Идиллию летнего утра нарушает печальный рассказ местной жительницы Клавдии Сергеевны Боевой. Я кричу, ой-ой-ой, что баб? Баб, что я говорю? Упала рука, и у меня рука вот тут вот сюда загнулась. Он позвонил матери в город, приехали за мной и под Петровским сделали мне вот гипс. 86-летняя пенсионерка делится переживаниями недавнего злополучного дня. Ближе к полуночи Клавдия Сергеевна вышла проверить, не появилась ли в кране на улице вода. Воду здесь дают по графику. Женщина в потьмах споткнулась, упала и сломала руку. Воды не было несколько дней, и появилась она по стечению обстоятельств как раз во время съемок сюжета. Вот вода пошла. Сейчас что будете делать? Сливать воду, ждать пока ржавая не будете? Или что? Набирать дальше будете? Вот таким образом. Что будете делать? Вот таким образом мы используемся. Вот это вот. А сколько убыток воды-то? Представляете? Вот делаем, и она туда сливается, вода. Это убыток? Убыток. Ага. Я понимаю. Ну, ключ это и сольется. А когда она сольется, это может и час, и два. У памятника героям войны рядом с почтовым отделением почти сход граждан. Главный вопрос повестки дня – все та же вода. Вернее, ее острый дефицит. 80% села обслуживают только две башни. Они не могут всех сразу обслужить. На собрании решили вот такое почасовое. Двое через двое суток. Все равно нехватка воды. Рельеф местности очень сложный. В село расположено холмы Низина. В Низине всегда идет вода по низу. Как она идет, система сделана в 90-е годы, мы не знаем. Может, неправильно подключена. Потому что должно же идти сверху вниз, а у нас, получается, низ с водой, вверх без воды. Нехватку воды хвощеватовцы стали ощущать уже лет 10 назад. И с каждым годом ситуация только ухудшалась. Домов в селе прибавлялось, народ оснащался стиральными машинами и сантехникой. Да и огороды никто не забросил. Проблема становится острой летом и невыносимой в засушливый период. Мы обращались и главе администрации, сколько раз, к Александру Николаевичу Суворину. Ну что, он тоже, может быть, не в силах это сделать. Нужна новая башня. Только здесь разделить, если людям пробурить скважину, поставить отдельную башню и отделить их, как вот у нас там отделены мы, они будут с водой. Местные жители понимают скромные возможности муниципального бюджета Новоживатиновского сельского поселения. К нему относится хвощеватка. Но не могут взять в толк, почему село не включили в федеральную программу «Чистая вода». Нету в кране воды. У меня помидор собран три дня назад. Перегниет. А воды нет. Но вчера спасибо пошло. Правда, с полдесятого. Теперь пенсионерка с водой набрала прозапас. И помидоры все-таки в банке закатает. На зло обстоятельства. Но засуха не только в огородах. Воды в кранах и колонках не хватает для приготовления пищи и санитарно-гигиенических нужд. Не хватает даже просто попить воды. Но я еще в состоянии сходить. У нас есть колодец очень хороший. И святые источники есть. Там набрать воды и принести домой. И пользоваться в хозяйстве. В быту в своем. Сварить, попить и там еще что, ребенку дать. Но другие-то старшие. И они не могут дойти до этого источника. И что принести воды и просто попить. А те, кто могут дойти до источника воды, удивляются. Почему они это делают в первой четверти 21 века. Вот 74 года. Я здесь родился. Ходил к Дону за водой на Тарамыслях. Огороды поливали. Скотина была. Скотина была. И сейчас схожу. Сейчас схожу. С баклажками. С баклажками. Значит, плачу за воду. За все. А воды нет. Местные жители уже и диагноз поставили своей ветхой системе централизованной подачи воды. В момент переключения воды. Вот этой. Происходит подача грязной, коричневой, красной воды. Я открываю фильтра. Открываю фильтра свои. Там ржавчина сплошная. Забито полностью. Ржавчина. Значит, трубы металлические. Задвижки не обслуживаются. Обходных каналов нет для задвижек, которые должны обслуживаться. Они не обслуживают задвижки. Из года в год. Дон, батюшка, ухмыляется в седые усы. Сто лет прошло, а воду из него, как таскали бадьями, так и продолжают носить. Правда, сменили люди деревянные ведра на пластиковые бутыли. Прогресс, однако. Вячеслав Запорожец, Валерий Бобкин, 41 канал. Пациенты и посетители пляжа санатория имени Горького озадачены. С них берут плату за парковку на территории лечебно-оздоровительного учреждения. Как это стало возможным и почему? Ведь санаторий принадлежит областным профсоюзам. А значит, должен работать на людей. Тему продолжит Вячеслав Запорожец. Для посетителей санатория имени Горького в Воронеже с некоторых пор неприятным сюрпризом стало появление платной парковки у лечебно-оздоровительного учреждения. Не радует это и отдыхающих, которые стремятся на благоустроенный пляж, на водохранилище. Расположение контрольно-пропускного пункта вводит в заблуждение. Шлагбаум установлен в полукилометре от ворот санатория. То есть мы платим не за проезд, а за парковку? За парковку. За парковку. Сколько вы говорите? 20 рублей час. Как нам объяснили, первые 30 минут бесплатные, а последующие округляются до полного часа. Для кого-то это сущие пустяки, да и платная парковка у лечебно-оздоровительного учреждения не смущает. В принципе, считаю, я это нормально. На целый день можно за 200 рублей, я думаю, что это недорого. А у других мнение противоположное. Они принципиально оставляют машины вдалеке от въезда в санаторий. Я оставила здесь автомобиль, потому что я нахожусь там 2 часа, и платить 40 рублей за каждый день. Не очень удобно. Ну, сейчас все у нас в городе, сейчас тоже будет платная парковка в курсе. Это вообще, вот меня это очень сбит, например, платные парковки в городе, которые сейчас будут. Машину и так поставить негде. Еще и за это надо платить. Это очень неприятно. Парадокс, но это означает, что доступ к платным медицинским услугам тоже становится платным. Нельзя сказать, что пациенты с легкостью расстаются с деньгами. Например, если мне нужно просто сюда приехать к врачу, на консультацию я должна за платную стоянку платить. А люди приезжают на пляж на целый день, это 20 рублей берут, это тоже, извините. Зачем это сделано? Ну, не знаю, я была бы против. Участок под парковкой, по данным кадастровой карты, принадлежит санаторию имени Горького. Как сообщил начальник службы безопасности охранного предприятия, его сотрудники только собирают деньги. А затем передают их обществу с ограниченной ответственностью Синафон, следы которого теряются по месту регистрации. В нежилом помещении в городе Воронеже на улице Плехановской, дом 9. С генеральным директором санатория связаться не удалось из-за его предельной занятости. Учредителем общества с ограниченной ответственностью санаторий имени Горького выступает Воронежское областное объединение организаций профсоюзов, проще говоря, Облсофтпров. А его председатель рекомендовал за всеми разъяснениями обращаться к руководству санатория. Вячеслав Запорожец, Валерий Бобкин, 41 канал. В Воронежской области собран третий миллион тонн зерна. Об этом бодро отрапортовала пресс-служба регионального правительства. По состоянию на 9 августа обмолочено почти 70% пассивных площадей при средней урожайности 31 центнер с гектара. Наибольшую урожайность более 44 центнеров получают аграрии Хохольского района. В Рио губернатора Александр Гусев поздравил строителей с профессиональным праздником. На торжественном мероприятии глава региона особо отметил, что по объему ввода жилья Воронежская область занимает третье место в ЦФО, уступая лишь Москве и столичному региону. Гусев вручил отличившимся работникам отрасли государственные и ведомственные награды. Руководитель НПО «Надежда» и главный редактор 41-го телеканала Александр Васильевич Зверев присоединяется к поздравлениям губернатора и желает воронежским строителям созидателям крепкого здоровья и благополучия. Остается совсем немного времени до начала учебного года. Чтобы собрать ребенка в школу, родителям придется серьезно раскошелиться. В 2018 году, по данным Росстата, среднестатистической российской семье на покупку всего необходимого потребуется от 17 тысяч рублей. Насколько это дорогое удовольствие для воронежцев, узнаем из нашей постоянной рубрики «Потребительская корзина». По сравнению с прошлым годом, рост цен на школьные принадлежности составил примерно 2,5 тысячи рублей. Как правило, сборы ребенка в школу выливаются в отдельную статью семейного бюджета. Именно в последний месяц лета увеличивается покупательский спрос на школьные товары. При этом основные траты приходятся на одежду. Здесь разброс цен идет достаточно разный. Комплект на мальчика стандартный 3,550. Это прям первый класс. На девочку 3,100. Все от возможности и желания покупателей. А в среднем получается? В среднем где-то 5 тысяч. Сегодня в выборе товара особых проблем нет. В специализированных магазинах предлагается продукция на любой вкус и кошелек. Как правило, за покупкой школьной формы сюда идут целенаправленно. Магазины заинтересованы в нас так же, как мы в них, предлагая покупателю заманчивые скидки, как правило, в первые летние два месяца. Но чем ближе 1 сентября, тем дороже цены. С учетом сегодняшних реалий, в среднем воронежцы тратят на своих любимых чат 14-15 тысяч. И это не предел. Ребенка придется все равно собираясь. Хочешь, не хочешь, идти надо в школу по-любому. В районе, наверное, 20 я думаю, что я полностью ее соберу. То есть, как бы, вот, моего ребенка. То есть, думаю, что сарафан я куплю блузку, там, может быть, жакет какой-то, обувь, естественно. И констоваров куча надо. Но 20, я думаю, что я как бы должна более-менее, прям вот, в первое вложение внести точно. Времена, когда школьная форма была единой, стоила копейки, давно в прошлом. С развалом Советского Союза она и вовсе была отменена. И лишь с недавнего времени на прилавках магазинов можно снова увидеть образец советской продукции, столь милой нашему сердцу. И хотя сегодня в России нет единых правил относительно школьной формы, предпочтение отдается отечественным производителям. На сегодняшний момент у нас большинство российских производителей, что очень приветствуются и котируются со стороны родителей, покупатели в первую очередь обращают внимание на качество. Должно присутствовать в их наборе одежды максимальное количество натурального волокна. И, соответственно, выбирают те модели, в которых натурального волокна больше. Несмотря на разнообразие товаров, в своем выборе покупатель становится все более избирательным и стремится надеть их не экономить. Качество должно соответствовать цене, конечно. То есть дешевое самое я не куплю, то есть я как бы не хочу. Мне нравится, конечно, что покачественнее и посимпатичнее выглядит. Но если одни предпочитают одеваться в торговых центрах, то другие устремляются на рынок, где можно и поторговаться, и приобрести разнообразную одежду для школьников по приемлемым ценам. Конечно, ребенка собрать очень дорого в школу. Это вообще, не считая констовары, не считая только одеться, обуться, спортивные и так далее, обувь. Конечно, это намного больше 10 тысяч. Цены растут вообще на все. Ну, на рынке вот пока еще как-то держится ценовая политика. Здесь можно приобрести подешевле, уступают. И поэтому вот мы идем на рынок. И напоследок еще раз посчитаем наши траты. Основными статьями расхода традиционно станет школьная форма. Для мальчиков примерно 5 тысяч рублей, для девочек от 6,5 тысяч рублей. Добавьте к этому 1,5-3 тысячи на сменную обувь плюс спортивный костюм от 2 тысяч и выше. На рюкзак или ранец траты составят от 1000 до 3000 рублей. Констовары примерно стоят столько же, сколько год назад. Тетрадь в среднем 7 рублей, альбом для рисования от 40 до 80 рублей, шариковая ручка 15-30 рублей, пачка фломастеров в среднем 150 рублей, пенал от 100 до 500 рублей, дневник от 70 рублей и выше. К тому же некоторые родители к дню знаний балуют своих чат, покупая им планшеты или ноутбуки. В дополнение к минимуму рассчитанному Росстатам, которые, напомним, составляют в среднем по России 17 тысяч рублей. Именно настолько придется разориться родителям, чтобы собрать ребенка в школу. Галина Жукова, Алексей Безуглов, 41 канал. Воронежцы могут без очереди и лишние нервотрепки поменять водительские права, да еще при этом получить 30-процентную скидку на оплату госпошлины. Как это возможно, смотрите в сюжете наших коллег из пресс-службы ГУ МВД области. В настоящее время все жители Воронежской области могут зарегистрироваться на едином портале предоставления государственных услуг. В многофункциональных центрах также окажут помощь. Данная возможность позволяет гражданам, находясь в своем районе, получать не только услуги, которые оказывает полиция, но и все органы власти. Это и кадастровый учет, и регистрация по месту пребывания. Но, к сожалению, не все жители сельской местности знают о таком благе цивилизации, как госуслуги.ру. Провести своего рода ликбез решили сотрудники полиции. Сегодня сотрудники полиции провели акцию госуслуги для жителей сельской местности, в рамках которой сотрудники рассказали жителям Новосомского района о преимуществах пользования порталом государственных услуг, помогли зарегистрироваться на портале, пройти подтверждение личности в подразделении МРЭО, и помогли гражданам зарегистрироваться или подать заявку, подать заявление на интересующих госуслугу. И если с получением документов других министерств и ведомств гражданину необходимо разобраться самостоятельно, то с услугами по линии ГИБДД полицейские помочь были в силах. Стражи порядка не только зарегистрировали с помощью планшетного компьютера селян, но и провели обязательную процедуру подтверждения личности и сделали весь спектр госуслуг доступным для получения. Как оказалось, действительно, далеко не все слышали о таком достижении прогресса. Не знал, я об этом вообще не знал, только вот сейчас, сегодня об этом я все узнал. Есть такие квартал госуслуги, только сегодня. Пользуюсь через портал, буду пользоваться госуслугами. Юрий Владимирович уже 32 года за рулем и хорошо помнит очереди на замену водительского удостоверения. Вот и в этот раз мужчина собирался готовиться к процедуре за несколько месяцев, однако, направляясь подразделением РЭО, стал участником акции госуслуги, доступной каждому. Сначала сотрудники госавтоинспекции, так сказать, в полевых условиях зарегистрировали его на портале госуслуг, а затем уже сотрудники регистрационного отдела подтвердили личность на сайте госуслуги.ру. Стражи порядка рассказали, как оплатить госпошлину с помощью банковской карты и записаться на прием. Благо, в обычный рабочий день нашлось и время для приема документов. Участник акции ушел из здания полиции уже с новым водительским удостоверением и обещал рассказать своим знакомым о преимуществах подачи документов в электронном виде. Во-первых, это снижение уплаты госпошлины на 30%. Второе, персональные данные гражданина уже проверены, документ подается в электронном виде. Третье, это отсутствует коррупционная составляющая и получает услугу в максимально кратчайшие сроки. Всем желающим автоинспекторы помогли зарегистрироваться на портале и напомнили, что теперь они могут выбирать удобное время для регистрации транспортного средства, замены водительского удостоверения, оплаты штрафов и получения других государственных услуг. Заметив, что при оплате госпошлин через данный сервис предоставляется скидка, которая поможет экономить семейный бюджет. Кроме этого, полицейские пояснили, что при отсутствии компьютера или планшета можно воспользоваться мобильным приложением. Там же на месте вновь зарегистрированным пользователем установили приложение на смартфон. Но самое главное, регистрация нужна лишь один единственный раз. Обычные граждане поделились своими впечатлениями от пользования порталом, при грамотном использовании которого можно на самом деле забыть об очередях, если планировать, конечно, свои действия заранее. На этом сайте я оплатил пошлину, даже там со скидкой, по-моему, была пошлина. И дождался времени, день, день, час, пришел без вопросов, минут 10, наверное, затратил, поменял. Я даже удивился, что такое произошло. Подобные акции полицейские планируют проводить во всех районах Воронежской области, чтобы сделать государственные услуги для населения еще ближе и доступнее. А сейчас прогноз погоды в Воронеже и области. В субботу, 11 августа, на территории области ожидается жаркая и ясная погода. Синоптики обещают плюс 28 в Нижнедевицке и Хохле. До 29 тепла в Боброве, Болучаре, Бутурлиновке, Лисках и Острогожске. Такая же погода в Павловске, Рамоне, Росоши и Семилуках. Плюс 30 в Борисоглебске. 11 августа в Воронеже ожидается 29 тепла и ясно. Подует слабый северный ветер. Атмосферное давление 758 мм ртутного столба. В этот день церковь чтит память страстотерпца Калинника Киликийского, жившего в конце III-го, начале IV веков. Калинник был проповедником и обошел немало городов и деревень, помогая заблудшим душам обрести веру в Бога. Крестьяне в этот день молились святому с просьбой сохранить урожай, поскольку к 11 августа нередко случались утренние заморозки. В народе калинник стал еще и праздником калины. Это растение наши предки считали символом чистой и непорочной красоты. А горький вкус ягод символизировал горькую судьбу девушки, отданной замуж без любви. И это все на сегодня. Ждем от вас обратной связи. Звоните нам по телефону 206-9406, пишите по электронному адресу, который видите на экране. Также ждем вас на официальном сайте 41-го канала. Смотрите «Воронеж. События. Факты» на телеканале «Вместе» в 7.00 ровно в полдень, в 19.30 и в 20.30 по московскому времени, а также на нашем канале в интернете. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире 41-го. Редактор субтитров А.Семкин